Весенняя гроза Обратите внимание на выделенные слова. Они передают действия, делая текст динамичным. Это глаголы. Глагол — это часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы «что делать, что сделать?». Как и любая самостоятельная часть речи, глаголы имеют постоянные и непостоянные морфологические признаки. Сегодня речь пойдёт о постоянных морфологических признаках. Глаголы могут быть несовершенного вида, обозначают продолжительное или повторяющееся действие, «что делать», «решать», «строить», «играть», «учить» и «совершенного вида». Обозначают действие, результат, «что сделать», «решить», «построить», «выиграть», «выучить». Однокоренные глаголы образуют видовые пары. Глаголы одной видовой пары могут отличаться суффиксами «кричать», «несовершенный вид», «крикнуть», «совершенный вид», приставками «играть», «несовершенный вид», «проиграть», «совершенный вид», ударением «срезать», «несовершенный вид», «срезать», «совершенный вид». Иногда видовая пара образуется глаголами с разными корнями «говорить», «сказать». Ещё одним очень важным постоянным признаком глагола является возвратность. Возвратными называются глаголы, в которых есть возвратный суффикс, постфикс, «ся», «си». Он всегда стоит после окончания и сохраняется во всех формах возвратного глагола. Основа в таких глаголах прерывистая. Глаголы, в которых нет суффикса, постфикса «ся», «си» называются невозвратными. В составе предложений глаголы чаще всего выступают в роли сказуемого. Однако в русском языке используются конструкции, в которых глагольные формы применяются в качестве подлежащего, определения, дополнения или обстоятельства. Приведём примеры. Вот и закончился урок. Жить, родине служить. У него была хорошая привычка. Какая? Читать. В детстве отец учил меня чему? Ловить рыбу. Мы отправились куда? Путешествовать. Теперь обратимся к частице, которая очень часто бывает рядом с глаголом и может поменять смысл предложения на противоположный. Частица «не» по-разному выражает отрицание. Она придаёт отрицательное значение всему предложению. Не цвести цветам поздней осенью. Семеро одного не ждут. Не выучил, не делай, не знаешь, не спеши. С глаголами отдельно частицу «не» пиши. «Не» с глаголами пишется раздельно. Например, «не ходил», «не знал». А теперь посмотрите на глаголы «ненавидеть», «негодовал», «нездоровиться». Как вы думаете, почему с этими глаголами частица «не» пишется слитно? Давайте попробуем употребить эти глаголы без «не». У нас получится «навидеть», «годовал», «здоровиться». Таких слов в русском языке нет. Итак, делаем вывод. Частица «не» с глаголами пишется раздельно. Не учишь, не говорить, не будешь молчать, не играл бы. Исключение «не» пишется слитно с глаголами, которые не употребляются без «не». Например, «ненавидеть». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!